Хедвик Эва Мария Кислер В 16 лет Хедвига ушла из дома, вступила в театральную школу и начала сниматься в кино, дебютировав в немецко-австрийском фильме «Деньги на улице». Режиссер Макс Райнхарт назвал ее самой красивой женщиной в Европе. Была приглашена в Берлин Максом Рейнхардом. Вторую известность ей принес чехословацкий-австрийский фильм Густава «Махатте экстаз» в 1932 году «Роль Евы». Истинутная сцена купания обнаженной девушки в лесном озере, вполне невинной по меркам 21 века, в 1933 году вызвала бурю эмоций. Картину запретили к показу в ряде стран с цензурными купюрами. Она была выпущена в прокат лишь через несколько лет. В том же году Хедвига вышла замуж за фабриканта оружия, австрийского миллионера Фрица Мандля, который впоследствии пытался выкупить из венского проката все копии фильма «Экстаз». Летом 1637 года, после четырех лет неудачного брака, сбежав от мужа в одежде своей горничной, отправилась из Лондона в Нью-Йорк на пароходе «Нормандия». Актрисе не пришлось забивать пороги в Голливуде. Реакция на «Экстаз» была слишком громкой, чтобы ее забыли кинематографисты. Прямо на «Нормандии» она подписала контракт с основателем студии MGM Луиса Майера. Чтобы не вызывать ненужных ассоциаций, у пуритански настроенной публики США Хедвига Кислер взяла псевдоним Хеди Ламар. Хеди Ламар была замужем шесть раз, имела троих детей. Большой урон репутации нанесла ей изданная в 1166 году автобиография под названием «Экстаз и я», которую написали нанятые для этой цели писатели Лео Гильд и Сай Райс. Пытаясь остановить публикацию, она предъявила иск издателю, заявив, что описанные в книге события ее личной жизни вымышленны, ложны, вульгарны, скандальны, пасквильны и непристойны. Однако проиграла в суде. В 1998 году она подала иск против компании «Корелл» за размещение в конце 1997 года ее изображения на упаковочных коробках графического редактора «Корелл Дра», потребовав 15 миллионов долларов в виде компенсации морального ущерба. Стороны пришли к обоюдо выгодному соглашению без раскрытия суммы компенсации, полученной «Ламар». В результате сделки компания «Корелл» получила пятилетнюю лицензию на использование изображения Хеди Ламар для рекламы своей продукции. Умерла на 1986 году жизни 19 января 2000 года. Согласно завещанию «Прах», актриса был развеян на ее родине в Австрии, Венском лесу. Надо сказать, что помимо кино она занималась изобретательской деятельностью. В 1942 году совместно с Джорджем Антейлом она запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. День рождения актрисы 9 ноября назван Днем изобретателя в немецкоговорящих странах. В августе 1942 Ламар и Антейл получили патент на изобретение системы секретной связи. Спустя полвека этот патент лег по основу связи с расширенным спектром. В 1997 году была официально награждена за свое изобретение, но актриса не присутствовала на церемонии и лишь передала аудиозапись своего приветственного слова. В начале 2014 года Хеди Ламар была внесена в Национальный зал славы изобретателей США. Ну вот так вкратце из переводной википедии о американской австрийской киноактрисе-изобретательнице Хеди Ламар. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры сделал DimaTorzok